Я Ананчонок Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования Дома детского творчества «Современник» Выборгского района Санкт-Петербурга. Я работаю в «Современнике» уже 27 лет и все это время являюсь руководителем фольклорного ансамбля «Горница», который уже трижды получал звание образцового. Я веду занятия по разным программам – музыкальный фольклор, народный театр, детский фольклор, традиционный танец, но у них есть общая основа – это русская традиционная культура. Фольклор и традиционная культура в целом уже более 30 лет являются важнейшей частью моей жизни и я очень рада, что могу передавать свои знания и умения своим ученикам. Для достижения наилучшего результата самый действенный способ – это создание среды, уклада внутри коллектива. Для этого мы вывозим детей на различные фестивали и конкурсы, а также организуем их сами в «Современнике». Выезжаем с коллегами из фольклорно-этнографического отдела в фольклорные экспедиции, проводим праздники годового круга. Эти праздники каждый год одни и те же, но они очень нравятся и взрослым, и детям, потому что можно вживую почувствовать атмосферу народного праздника, где нет зрителей, а все участники. Можно подумать, что это направление уже устарело и что в «Современнике» нужно идти в ногу со временем. Но опираясь на свой многолетний опыт, могу сказать, что новые технологии ничуть не разрушают суть традиционной культуры, а лишь показывают ее в новом свете. Мы все время ищем новые формы в нашей работе. И наш недавний проект – создание видеоклипов на основе этнографического материала – помог мне с моими коллегами занять третье место на Всероссийском конкурсе педагогических работников «Воспитать человека». Но самое важное в деле сохранения традиционной культуры и передачи ее детям то, что она, по сути, является воспитательной базой с огромным потенциалом для нынешнего и последующих поколений. На протяжении многих лет мы могли наблюдать результаты своего труда и влияние традиционной культуры на наших учеников. За это время они стали победителями и лауреатами бесчисленного количества конкурсов и фестивалей. Некоторые мои ученики также связали свою жизнь с фольклором и стали педагогами. Но главное не в этом, а в том, что выросшие участники горницы могут сказать, что без горницы они были бы другими. И теперь культура родной страны для них никогда не будет чуждой и неважной. Мать Россия! Мать Россия! Мать Российская земля! Е-е-е-е-каку! Мать Российская земля! А сейчас горница живет, расцветает, ищет новые пути, подрастает новое поколение и вдохновляет меня на воплощение новых идей.